Я решил за одну неделю собрать ПК и запчастей, полностью купленных по отдельности на Авито. И сегодня я вам наконец-то покажу, что из всего этого получилось. Посмотри прошлые видосы, чтобы знать, каким образом куплены были все запчасти. Это было не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Итак, для сборки своего ПК я приобрел материнскую плату Gigabyte, процессор AMD FX8300, зацарапанный так, будто его привязали под хвост сутулой собаке, и он по асфальту таскался весь день за ней. Мне все это обошлось в 5500 рублей. Клавиатуру и колоночки я все-таки купил не на Авито, а в ДНС, ибо я понял, что нет смысла покупать какую-то периферию с рук дешевле 1000 рублей, ведь я больше потеряю по времени и на дорогу, чем от этого вообще будет какая-то выгода. Ибо новая клавиатура с подсветкой SmartBuy мне обошлась в 599 рублей, а 4-х ваттные колонки в 650 рублей. На Авито забитые крошками клавиатуры и оскверненные русским рэпом колонки продают и то гораздо дороже. В прошлом выпуске я еще приобрел старую, но вполне такую себе видеокарту. Asus GeForce GTX 570 на 1280 мегабайт. Она мне обошлась в 3600, и знаете, в ней 2 гигов нет, по сути это хлам, но в тестах я вам покажу, на что она еще способна. Кстати, ПК-мастер из прошлого видоса говорил, если комп у тебя тормозит, значит меняй свою старую гиговую видеокарту на новую. Вот реально мегамозг. Ладно, я еще на Авито прикупил оперативную память. Corsair частотой 1600 мегагерц, цена тоже 3600. А в магазинчике с компьютерным хламом я взял кулер Floston за 100 рублей. Жесткий диск Western Digital на 500 гигов за 1400. Блок питания ATX на 450 ватт за 900 рублей. Из ваших комментариев к прошлому ролику я понял, что этого блока питания будет мало для сборки. Поэтому у меня все сгорит. А еще некоторые считали, что Proz будет перегреваться из-за 100-рублевого кулера. Я не хочу разочаровать вангователей, я просто промолчу. Не, я не могу молчать, ведь ПК-бояре в комментах просто лица себе разбили фейспалмами. Когда я выбирал видеокарту, я пересмотрел сотни бюджетных вариантов, перечитал все характеристики этих моделей, пересмотрел кучи обзоров, сравнивал, что лучше, а что будет хуже. Я выбирал старый и бюджетный сегмент. Видеокарты, которые в принципе уже устарели и не продаются в магазинах. Ведь у меня и сборка подразумевалась бюджетная. Цены на видеокарты я даже сравнил в магазинах от минимальных до самых максимальных. И на эти цены я ориентировался при выборе БУ-видяхи на Авито. Я даже сидел и смотрел по фоточкам, как выглядит оригинальная видеокарта и сравнивал с тем, что продавцы выставляют на Авито. Я так десятки объявлений на Авито проверил, не один день на это ушел. Тогда же я и прикинул примерный блок питания. Он должен был быть на 450, где-то 500 ватт. Сравнивая я понял, что для меня существенной разницы между блоками питания нет. И когда мне попалась GTX 570, я просто не обратил внимания на ее энергопотребление. А потребляет она 219 ватт. А минимальная мощность системы должна быть 550 ватт. Но я еще не подозревая об этом, приступил к сборке ПК. Решил собрать пока тестовый стенд. Ведь все детали покупались отдельно, да еще и с рук. И так что если хоть что-то не будет работать, я вообще охренею искать и разбираться, что там не так. Для сборки обязательно нужна коробка из-под ютубовской кнопки на 100 тысяч подписчиков. Ведь надо же мне на что-то положить кусок упаковочного пенопласта из-под видеокарты. Хоть какая-то польза, блин, от нее будет. В заранее открытый сокет помещаю правильно расположенный процессор. Обезжириваю поверхность процессора спиртосодержащей жидкостью. То же самое делаю с кулером, чтобы там не оставалось жирной пленки от пальцев и остатков старой термопасты. Хотя, судя по грязи на ватке, я стер немного алюминия с кулера. Достаю термопасту и... А, к черту ее, что-то мне подсказывает, что и без нее вполне можно обойтись. Хоть и процессор исцарапан, ему точно нужна паста, но я проведу все тесты без нее. Вам я, конечно, такого повторять не советую. Будешь ПК собирать, обязательно наноси термопасту. Далее устанавливаю оперативную память, ставлю ее в слоты разного цвета, чтобы она работала как одно целое и на одной частоте. Подключаю жесткий диск материнки с атакабелем, а потом устанавливаю видеокарту. Как видите, она очень жирная и перекрывает с собой аж три слота. Да, это указывалась характеристика, так что не видать мне подключения дополнительного оборудования. Далее подключаю монитор к видеокарте, как и должно быть по идее. Кладу на стол блок питания и, разобравшись в проводах, подключаю 20-пиновый коннектор в соответствующий разъем на материнской плате. И у меня остается всего два коннектора. 4-пиновый и 6-пиновый. 4-пиновым подключаю процессор, а 6-пиновым в видеокарту. Запитываю разъемом SATA жесткий диск, подключаю провод к блоку питания. Еще раз все проверяю, ничего ли я не забыл и включаю питание. Конечно, ничего не происходит, потому что надо замкнуть контакты на материнке. То есть нажать кнопку power на системнике, чтобы все заработало. И я просто замыкаю ножницами нужные контакты на плате. Так, значит комп не запустился. Точнее он запустился, но экран ни хера не хочет работать. Изображения нет. На плате нет бипера, чтобы понять, что здесь не так, почему он не включается. И я просто переключаю монитор к материнке. Так, здесь значит в видеокарте горит огонек красный и зеленый. И в блок питания не было нужного выхода. Так, но... Биос запускается. О! Отлично. Пекарню нужно восстановить. А кулер вообще не греется. Далее я устанавливаю систему, все драйвера и понимаю, что винда просто не видит видеокарту. И вообще что-то не так со звуком. Именно в этот момент я и понял, что школьник, который продавал мне материнку с процем, меня обманул. А потом мне еще написал везде, где только мог. И оправдывался, считая, что я сам должен был догадаться, что с ней что-то не так. Логика дауна у него все-таки. Тут я еще понял, что жесткий диск оказался тем еще дерьмом. У него просто было отвратительное состояние. Он дико медленно грузил систему и я решил оставить его под файлопомойку, купив за 3150 рублей SSD-шник на 240 гигабайт. Ну, кстати, тоже как и клава смартбай. Когда этот старый блок работает, из него бабкиным комодом пахнет. То есть реально вот нюхаешь, там бабкой какой-то пахнет. Как будто он у бабки стоял где-то под юбкой. Так воняет неприятно. Значит, в блоке питания не хватает пинов для видеокарты. Я решил сразу новый блок питания не покупать. А решил отделаться малой кровью. Я просто пошел в DNS, в наш всеми любимый, и купил там переходник Molex 8Pin. Думаю, просто сейчас подключу его к свободному Molex, и видеокарта заработает и запустится. Да, у меня не хватило мозгов посчитать общее потребление системы. Я ж первый раз комп собираю. Ну, я не заморачивался. В DNS я попросил переходник от блока питания к видеокарте. И продавец дает мне вот это вот. Написано переходник для питания материнской платы. Я консультанта еще раз переспросил, она точно к видеокарте подойдет? Консультант ответил, да, конечно, без проблем подойдет. И заплатив за него всего 89 рублей, я ушел, довольный тем, что мне так и не придется блок питания новый покупать. Ни хрена не подходит. Эти пины нужны для подключения к питанию процессора. Это чтобы процессор запитывать. Написано же, блин, на упаковке для питания материнская плата. Я ж спросил его, этого консультанта, точно для видеокарты подойдет? Точно? Да, подойдет, конечно, берите. Блядь, вот что вот нахрена вот мне он сейчас нужен? Он стоит 89 рублей, я его не повезу назад. Мне его туда-сюда возить дороже только будет. Вот слушай, блин, после этого консультантов ДНСов. Чтобы запитать процессор, он идеально подошел и все заработало. Но видеокарта у меня так и осталась без энергии. Я выбрал 700-ваттный Аэрокул на Авито, чтобы уж наверняка все заработало. Опять простоял у подъезда, но на этот раз продавец не кинул, а открыл мне двери. Как потом оказалось, комп у него был не простой, а сразу с четырьмя видеокартами минимум. Когда мы проверяли блок питания в системнике, он включил компьютер и там система называлась Майнер. К блоку питания были подключены четыре вот таких вот переходничка, Молексата для питания розеров под видеокарты на майнинговой ферме. Тем не менее, новый такой блок в магазинах стоит от 2700 до 3500. Мне же он обошелся в 1800 рублей. Но так как он из фермы, то я вообще хз, сколько он проработает. Вообще я сам не знаю, сколько проработает этот ПК, ведь он будет достаточно особенный. Вот теперь все отлично с пинами. У видеокарты заняты все разъемы. Я подключил питание процессора и материнка и не забыл установить провод и нажал кнопку. Хоба! Теперь в видяхе горит два зеленых огонька, а это означает, что она мне дает зеленый свет в мир гейминга и ПК-боярства. Настроил биос под работу с SSD, установил в винду десятку с официального сайта и все просто залетало. В итоге я получил бюджетный ПК за 15 тысяч. Это я не считаю монитор, периферию с SSD, ибо если ты добропорядочный, ПК-боярин, то у тебя, как правило, есть своя система на диске, любимый монитор и мышц клавы. По умолчанию просто. Вот эта вот вся куча, вот эта, мне обошлась в 16 тысяч 100 рублей. А теперь перейдем к тестам на играх. Я ничего не разгоняю. Все в стоке. Процессор без термопасты. Игры установлены на файлосвалки. Система на SSD. Тесты игры я решил записывать вот так вот не с экрана, потому что MSI Auto Burner и OBS давали просадку от 15 до 30 фпс. И я решил не заморачиваться с настройками, просто вот так вот снять экран. Кроссаут. Вы не раз его видели у нас в роликах, мы его рекламировали. И вот я ставлю там высокие настройки, отключаю вертикальную синхронизацию и начинаю каточку. Вот он мне нравится гораздо больше, чем в World of Tanks. Тут прям вот экшен. Не танкуешь корпусом там из-за угла полыгры, а активненько так разматываешь вражину на стабильных 100 фпс. Просаживаться только раз-два за игру до 80-90. И то вот когда через эти бабахи все проезжаешь. Так что смело можно ставить отличное качество и катать в свое удовольствие. Battlefield 1. Настройки на высоких. Самое начало игры 25-30 фпс. Как ни странно, оно смотрится вполне играбельно. Видать, батла просто хорошо оптимизирована. Мне тут на 30 фпс комфортно играть. Меняем настройки на средние. Игра идет в районе 40 фпс. Особо ощущение не поменялось, но можно проходить на досуге. Far Cry 5. Самая требовательная игруля. И самая свежая на моем тесте. В среднем 25 фпс на самых низких настройках при разрешении Full HD. Играть не круто, но при желании можно пройти игруху. Смена разрешения прироста хорошего не дает, а только убивает графон. Как видите, весь упор идет в видеокарту. Вот будь в ней хотя бы 2 гига, игралось бы уже гораздо лучше. Это единственная игра, наверное, где с тобой может бегать неказистая баба с волосатыми ногами. Ой, блин. Не дай бог такая еще в жизни от тебя залетит. Это будет просто проклятие твое до конца дней. Ой, надеюсь, это она из-за низких настроек такая убогая. PUBG. Самая нестабильная игра. Фреймрейт от 35 до 50 фпс на низких настройках. В среднем я получаю на этой карте 40-50 фпс. Иногда просаживается до 35. При желании играть можно, если, конечно, у тебя есть охуенный объемный звук в наушниках, а не колонки за 650 рублей. GTA 5. Частота кадров у вас на экране просто по-царски играется в Full HD. Смотрится просто великолепно. Конечно, весь упор в видеокарту. Все-таки гиговая видяха, она уже устарела. Но поиграть в нее, как ни странно, хватает. Потихоньку буду GTA-шку проходить, а то я ее в свое время таки не прошел, когда она только вышла. В Fallout 4 в мясных бойнях в среднем играешь на 40 фпс. По улице в темноте бегаешь на 60-70. Играется очень неплохо. Идет приятно, не фризит, не лагает. Настройки стоят средние. При всем при этом компьютер юзается без термопасты. Он не греется. Ни процессор, ни видеокарта. Хотя в видеаха вообще за все эти годы ни разу не разбиралась. Какой вывод? Можно ли собрать ПК на Авито? Можно. За 15к можно играть в GTA 5 в 100 фпс. Это реально. Просто купив запчасти у барыг на Авито, собрав комп, не будучи геем задротом и ПК-боярином, это вполне реально. Это путь боли, путь страданий, потеря времени. Тебя могут обмануть вообще запросто. А теперь самый главный вопрос. Поднимется ли у меня фпс, если я для охлаждения ПК буду использовать святую воду? А вот теперь я сделаю, собственно, то, для чего и затеял все вот это. Сейчас мы будем доказывать практически существование Бога. Если Бог есть, и эта вода действительно свята, то этот комп будет работать и дальше. А если его замкнет, то мои старания были напрасны, как и напрасна была трата денег. Короче, все пиздец набиваю. Так, пошло покрывать микросхемы у блок питания. Что-то прызгает. Вот там доджи. Ааа, дай крышку скорей! Какую крышку? Скорей от аквариума! КОНЕЦ